В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в старинном полуразрушенном вознесенском храме села Богоряк состоялся первый молебен. По словам местных жителей, молитва в этой церкви не звучала более 80 лет, с тех пор, как ее закрыла в 1932 году богободческая власть. Как и многие православные храмы, на Урале Богоряцкая церковь сильно пострадала в советские годы. Колокольню разрушили и сделали из храма административное здание. Его передавали из рук в руки различные учреждения, пока вовсе не забросили. Храм опустел, но смог устоять. Стены по-прежнему крепкие. На них до сих пор сохранились росписи и лики святых. Восстановить храм для жителей села дело чести, ведь село Богоряк – старинное русское поселение на Южном Урале, храме, основанное в 1688 году. У нас выделены люди, которые обходят дворы, жертвуют все, кто сколько может. Если даже бывают такие случаи, кого-то не застали дома, они сами приходят и приносят деньги. Почему? Не были до сих пор у меня, не пришли, не взяли. Несколько лет назад в селе был зарегистрирован приход в честь Вознесения Господня. Селяне стали собираться на совместную молитву в местной библиотеке. А этим летом на приходском совещании решили, что хватит им сидеть без храма. Собрались всем селом на субботник. Ни один двор не остался в стороне. Вышли все от мала до велика. Мы так думаю, что в зиме мы все-таки ставим и окна. Мы хотим, значит, желание поставить евроокна, кое-какие средства есть, сделать крышу хотя бы на алтаре, закрыть. Мы так думаем, что и что-то с куполом сделаем. Но мы к зиме готовимся. Первый молебен стал настоящим праздником для села. На богослужение собралось множество народу. Храм украсили цветами и иконами, а пол заботливо укрыли паласами. Совершить молебен пригласили батюшку из соседнего города Снежинска, отца Владимира Малова. Потому что я их земляк. Здесь был даже на уборочных работах после школы, в каникулы. И столько увидят людей. И они готовы не только прослушать и побыть на молебне водосвятном. Они говорят, давайте нас крестите. Значит, другие требуют исполнять. Отец Владимир совершил также водосвятный молебен. Окропил стены, а затем и всех присутствующих святой водой. Многие подносили на освящение домашние иконы. Прихожанин Анатолий Обухов принес старинный образ Божией Матери. Рассказывает, что нашел его в лесу, когда собирал грибы. А еще у селян есть мечта. Им бы хотелось иметь для своего прихода собственного священника, который бы поддерживал их духовно и стал бы для прихода настоящей объединяющей силой. Без молитвы опытного пастыря говорят, трудно начинать любое серьезное дело. Особенно восстановление святыни. Дорогие братья и сестры! Мы очень часто в своей жизни бываем двоемерными. И эта наша двоемерность не случайна. Да, человек двусоставен. И плоть наше тело, и душа. Но суть заключается вот в чем. Что бы наша двусоставность была бы не во враждебном состоянии друг к другу, а в гармонии. Ибо Господь этому призвал, ибо Господь таким и создал человека. Но, к великому сожалению, грех вошел в мир через первозданную чету. Хотя и были мы искуплены честною кровью Христа, Бога нашего, все же вот эта вражда плоти на дух остается. Из личного опыта мы каждый знаем, сколько раз мы даем благие намерения. Мы полагаем в сердце своем воздерживаться от лишнего блудословия, воздерживаться от клеветы, от зависти, от стяжательства, от пьянства и многих других пороков. Но нередко, к сожалению, эти наши благие намерения остаются неисполнимы. Говорим, и особенно мы любим это говорить на людях. Ну, я решил, я решила, я буду. А внутри, как была гниль, так и остается. Как был порок, так этот порок и главенствует над всем нашим внутренним миром. И у каждого человека есть некий свой основной грех, основной стержень. И вот нередко мы ходим вокруг да около, мы готовы чем-то поступиться, вроде бы для блага, для души. Но главный корешок, который как рак уже опутал нашу душу, наше сознание, наше чувство, стал страстью. Вот мы с ним никак не хотим расстаться. А вот надо начинать все-таки не с ветвей, а уж рубануть надо под корешок, чтобы не дать соком порока разветвленных корней погубить душу нашу. И здесь вопрос о нашей решимости. Что не хватает нам для нашего спасения? Вроде бы открытый храма, доступна возможность приобщиться к духовному просвещению. Зайдите в нашу лавку, множество книг, и в библиотеках можно взять, и слышим мы часто о том, как надо жить. Но живем, к великому сожалению, часто так, как жили. Потому что нет твердой решимости расстаться с тем или иным порогом, ставшим для нас страстью и как бы вторым нашим я, но нашим я противным Богу. И особенно мы, часто посещающие храм Божий, называющие себя христианами, надо как можно чаще встать в тишине перед святым углом или можно в любом месте и задуматься, проанализировать свою мысль. А все же, я стал христианином, я посещаю богослужения, я даже участвую в таинствах, а что изменилось в моей жизни? Допустим, я был привержен к пороку блуда, воровства, прямого или конственного, очень часто распространенный порок клеветы и злословия. Уж так мы людям порассуждать, поосуждать, и все мы оправдываем это, говорим, да я же вот хочу, как можно лучше, желаю ему. Ну уж соберемся двое или трое, прочешем всех подряд. Человек, посмотри на самого себя, что у тебя есть. Нередко 35 абортов за плечами, а учим других правды. Твои грехи, человек, должны приводить тебя к одному, и меня, Феофан, тоже, к осознанию, внутреннему переосмыслению своего поведения. Ну, появилась вроде решимость, но эта решимость часто бывает слишком кратковременно, как вспышка. Все готово. Ну и поклончиков отлупим, так по сотне, ничего, походим с недельку, раз и угас. Нередко говорят, ну и что я буду каждый день толдычить молитвы утренние, вечерние, одни и те же. Ну я же и так стану, помолюсь перед Богом. Лукавый ты человек. Ничего ты ненормально, ни вечерние не прочтешь, ни так не помолишься. Да, молились святые отцы своей молитвой, но это был великий подвиг. А нам хотя бы сейчас пройти по той тропочке, которую нам опытные проводники в духовной жизни оставили, которые указали нам путь в своих молитвах и своей жизни. Не берись за многое, возьми под силу твою, но неси его постоянно. А далее Господь даст тебе. Выйди из храма, идя домой, поговорите потом, а лучше подумайте, как мы живем, что мы делаем, постоянны ли мы, решительны ли мы, или же опять теплохладность, о которой сказано ни тепл, ни горяч, из блеван будешь вон. Ровность и преданность с постоянством этот царский путь ведет в Царствие Божие. Аминь. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok